МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пока мир сладострастно наслаждался сновидениями, мировые кинозвезды потирали ладони в ожидании одного из главных синема событий года. И прямо сейчас о триумфаторах «Золотого глобуса», о новом бойфренде Дэми Мур и о возвращении легендарных кумиров-тинейджеров. Это не зон, коротко о самом главном. В Лос-Анджелесе отгремела юбилейная 70-я церемония вручения наград «Золотой глобус». Как предсказывали многие кинокритики, успех завоевала операция «Арго». Картину назвали лучшим драматическим фильмом и отметили за лучшую режиссерскую работу. Наши поздравления Бену Аффлеку. Не остался без внимания и проект Кэтрин Бигалоу. Цель номер один. Джессика Чистейн выиграла в категории «Лучшая драматическая актриса». В аналогичной мужской номинации триумфатором стал Дэниел Дэй Льюис за фильм «Линкольн». То, что тема борьбы с терроризмом по-прежнему актуальна, доказывает и триумф сериала «Чужой среди своих». Он завоевал сразу три награды – лучший сериал в жанре драма, лучшая актриса драматического сериала и лучший актер драматического сериала. Признание удостоился и мюзикл «Отверженный». Хью Джепман и Энн Хэтуэй получили статуэтки. Кроме того, фильм был признан лучшим в жанре комедия-мюзикл. Награду за лучший сценарий получил фильм Квентина Тарантино «Джанго. Освобожденные». Британская певица Адель была удостоена награды за композицию «Skyfall», ставший саундтреком к 23-му фильму о Джеймсе Бонде. Они возвращаются. Джастин Тимберлейк и Destin's Child снова на сцене. После восьмилетнего перерыва легендарное трио записывает новый альбом. Об этом написала в одной из соцсетей самая успешная участница коллектива – Бионсе. Однако вдаваться в подробности о начинке новой пластинки красотка не стала. Но поговаривают, что Destin's Child запишут солянку из новых песен и проверенных временем хитов. На время передохнуть от большого кино решил и Джастин Тимберлейк. Привет сейчас сутками пропадает в студии звукозаписи, колдуя над новым хитом. В ней музыкант готовит не просто песню, а целый сборник композиций. Их будет около 20, которые вот уже седьмой год подряд ждут от него поклонники. Насколько успешным окажется возвращение, покажет время. Свадьбы не будет. Бритни Спирс и Джейсон Травик расстались. Экс-влюбленные, еще недавно планировавшие свою пышную свадьбу, официально заявили о разрыве. Представитель певицы сообщил журналу People. Бритни и Джейсон обоюдно решили отозвать их годовую помолвку. Как двое взрослых людей, они приняли сложное решение идти разными путями, но при этом остаться друзьями. Бритни лично это подтвердила в отдельном заявлении. Мы с Джейсоном решили отозвать помолвку. Я всегда буду обожать его. Мы останемся хорошими друзьями. Джейсон, в свою очередь, добавил. Эта глава закончилась. Впереди новая. Я люблю и ценю ее, и ее мальчиков. Мы всегда будем близки. Слово новости о расставании пары появились в тот же день, когда полпринцесса официально подтвердила, что не будет участвовать в новом сезоне шоу The X Factor. Надеемся, впереди у Брит действительно новая, а главное, хорошая глава в жизни. У Дэми Мур новый ухажер. Очередным избранником актрисы стал ресторатор Гарри Мортон. Он, разумеется, моложе 50-летний Мур. Мортону всего лишь 31 год. Парочку уже несколько раз видели в разных точках Беверли-Хиллз. В частности, в ресторане South Beverly Grill. Дэми вела себя очень легкомысленно во время свидания с Гарри. Сплетничают источники. Она вся была в нем и, похоже, наслаждалась его компанией. Мортон и Мур также видели в Доме Дэми в Беверли-Хиллз. Пока что неясно, роман ли это и вообще есть ли ему место. Скажи «Да» премии EMA. До главного музыкального события Евразии остается три недели. Билеты на церемонию награждения уже в продаже. Не забывайте голосовать за номинантов. Вы еще успеете повлиять на исход битвы. А что происходит в мировом шоу-визе, узнаете в наших аккаунтах на Фейсбуке, ВКонтакте и в Твиттере. Самые свежие обновления ежедневно. Прямо сейчас дневник Евразийской музыкальной. Все самое интересное только начинается. Пока! Евразийская музыкальная премия неумолимо приближается. На днях в Алматы прошла презентация главного пропускного фейс-контрольщика. Билетов на долгожданное событие. Прямо сейчас вы можете наблюдать, как рождались на свет те самые пропуски на премию. Горячие прямо с типографии билеты попали в кассы города, а также на сайт заказбилетов.кз. Генеральный продюсер телеканала Музон Сабит Сулейменов лично проконтролировал процесс создания, печати и транспортировки входного документа. Что это значит? Да то, что заветные билеты уже в продаже в кассах города. Но и это еще не все. Круглосуточно, без выходных и перерыва они доступны на сайте заказбилетов.кз. Спешите стать частью глобального шоу, до которого остается всего лишь три недели. Субтитры создавал DimaTorzok